Давайте сегодня поговорим о том, как именно натягивалась триумфальная победа Владимира Путина на прошедших выборах. Фальсификации на этом голосовании были самыми масштабными за всю историю российских выборов. Многие из них видно невооруженным глазом. Вот сегодня с вами и посмотрим. Главное, что нужно знать о результатах, которые сейчас вывешены на сайте ЦИКа, они практически никак не связаны с реальностью. Какое-то количество честно посчитанных голосов в строках за каждого кандидата там есть. Но Путин не набрал свои 76... 76 миллионов голосов. Как и Слуцкий 2 миллиона 800 тысяч. А у Дованкова, с другой стороны, не 3 миллиона 300 тысяч, а много больше. У нас есть способ изучить большой массив данных и на их основе предположить, что лежало в урнах до того, как бюллетени попали в руки членов избирательных комиссий. Тут нам помогут графики, которые уже много лет по результатам выборов строит математик Сергей Шпилькин. Он показал, что с помощью графика Гаусса и диаграммы рассеяния можно узнать, насколько честным был подсчет голосов и какие в нем есть аномалии. Чем уже и аккуратней колокол, чем кучнее расположены точки на картинке, тем больше шансов, что с вашими выборами все в порядке. Если есть много маленьких событий, формирующих большую статистику, они будут подчиняться нормальному распределению. Больше всего будет событий со средним исходом. Чем дальше от среднего, тем меньше событий. К примеру, если посмотреть, например, на график тестов IQ, то мы увидим аккуратный колокол. Людей с крайне низким и крайне высоким интеллектом очень мало. Зато чем ближе к среднему значению IQ, тем больше людей именно с таким показателем. В нашем случае это означает следующее. Должно быть меньше всего избирательных участков с крайне низкой и крайне высокой явкой, и больше всего участков со средней явкой. При этом результаты всех четырех кандидатов должны быть плюс-минус одинаковыми и на участках с низкой явкой, и на участках со средней явкой, и на участках с высокой явкой. Выходят четыре аккуратных колокола. Вот как на примерах. Графики президентских выборов во Франции и Польше. Во Франции в среднем явка выше, чем в Польше. Люди голосуют активнее, но в обоих случаях аккуратные колокола. Если участков с крайне высокой явкой оказывается аномально много, и там взмывает вверх результат одного из кандидатов, то однозначно имеют место фальсификации. Пририсовка миллионов липовых избирателей с липовыми голосами, которых нет в действительности. Так как предлагаемая статистика начинает в таком случае противоречить математическому закону нормального распределения. Вернемся к примеру с тестом IQ. Не может быть гениев больше, чем людей со средним уровнем интеллекта. Если так происходит, значит статистика сфальсифицирована. Посмотрим примеры графиков здорового человека у нас в России. Президентские выборы 96-го и 2000-х годов. Именно так выглядит почти полностью честный подсчет голосов в масштабе страны. Вопреки распространенному мифу, фальсификации тогда были совсем небольшие. А вот так выглядит график голосования по поправкам в Конституцию 2020 года. Сначала вроде вырисовывается нормальный колокол, а потом математика просто выходит из чата. Появляется гигантское количество участков с аномально высокой явкой. Их гораздо больше, чем участков со средней явкой. И, разумеется, на таких аномальных участках большинство якобы проголосовало за поправки. Там, кстати, еще можно увидеть пики на круглых процентах. В нормальной жизни процент явки составляет не круглое число, а столько-то целых, столько-то сотых. Если сразу на очень большом количестве участков явка составила, допустим, ровно 90%, то фальсификаторы просто даже вообще не стали заморачиваться и решили не рисовать на каждом участке то 89,38, то 92,04. Офиганули прям сразу в кучу уиков ровно 90. Теперь перейдем к графикам прошедшего голосования. Их сделал программист Иван Шукшин. Вот картинка с результатами по всей России. Слева на графике Гаусса вообще нет колокола, на который мы можем опереться, чтобы узнать чистый результат. Есть лишь небольшие намеки на него в районе явки чуть выше 60%, которая, вероятно, и является реальной. Дальше настоящие голоса очень быстро переходят в так называемую пилу Чурва. Пики на круглых числах явки в 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 99%. Так не очень умные участковые комиссии делают у себя красивые круглые показатели, не переживая, что потом мы с вами это увидим и над ними посмеемся. А справа на диаграмме рассеяния не менее трудно найти четкое облако настоящих показателей явки и голосов за Путина. Судя по всему, от облака нам осталось только нечто размытое, наклоненное вниз и вправо. Это значит, что чем выше была честная явка, тем ниже оказывался процент Путина. Это объяснимо. В основном дома оставались оппозиционные избиратели, и чем больше их по какой-то причине решало вдруг прийти на участок, тем ниже был процент Путина. Теперь давайте перейдем к отдельным регионам и посмотрим, что происходило там. Вот несколько примеров полной рисовки. Кемеровская область, Башкортостан, Тыва, Чечня. Там, как и в других республиках Северного Кавказа, как и в Татарстане, просто пишут в протоколах то, что выдумали местные чиновники, ответственные за выборы. Это в точности повторяет формат Беларуси и Казахстана. Там вообще не важно, кто, когда и как проголосуют. То, что лежит в урнах, утром уезжает на мусоросжигательный завод, а в протоколы пишут, какие надо цифры. Правда, в России, в отличие от стран-соседей, до сих пор работает система газ-выборы, в которой отображены конкретные данные по всем участкам, и благодаря которой мы сейчас вообще изучаем все эти картинки. Поэтому мы можем посмотреть, на всех ли участках Чечни результат Путина превысил 98%, или же есть неблагонадежные участки, где у него всего лишь 97%. Надеюсь, вы обратили внимание, что в Чечне есть целый один участок, где Путин набрал всего 88%. На аннексированных территориях, кстати, все еще хуже. Никакие результаты, кроме итоговых, по каждой области там решили вообще не публиковать. Теперь в ДНР за Путина 95%, в ЛНР – 94%, в Запорожской области – 93%, а в Херсонской почему-то только 88%. Дальше посмотрим на промежуточные варианты подсчета. В регионе есть честно посчитанное облако участков, но много и таких, где комиссии уходили в отрыв. Вот, например, Воронежская область, Калининградская или Чувашия. Теперь печальный пример – Соколинская область. Она всегда проводила подсчет голосов честно, но на этих выборах сломалась. Даже в ее столице явка и процент Путина зашкаливают, а на графиках можно увидеть лишь единичные честные участки с не очень высокой явкой. Но есть регионы, посчитанные почти полностью честно. Да, сейчас, в 2024 году. Таких осталось всего три. И все на русском севере. Архангельская область, Скорелия и Коми. Везде, кстати, Дованков на втором месте. Как и в честно посчитанных столицах субъектов, например, как в Томске. Там у Путина 77%, а у Дованкова 11%. Или как в Екатеринбурге, где соотношение 76,5 к 12. При явке где-то около 50-55%. Отдельный случай – Москва. На этой картинке только бумажные голоса без электронного голосования. График Гаусса выглядит вполне прилично, но это лишь на первый взгляд. В этом его минус. Он может показать вбросы дополнительных голосов, но не видит перебросы от одного кандидата к другому. А в Москве именно они и случились. Чуть ли не на половине участков процент за Путина поднимали за счет остальных кандидатов. Поэтому облако справа такое вытянутое кверху. Реальный бумажный результат Путина в Москве – не объявленные 77%, а скорее в районе 66-68%. У Дованкова же не 11%, а примерно 17%. И это, кстати, совпадает с данными экзитпола, которые проводила команда Бориса Надеждина. Назвать точно реальный результат Путина сейчас невозможно, но можно с высокой долей уверенности предположить, что он не набрал абсолютного большинства от всех избирателей и вряд ли получил больше 50-53 миллионов голосов. При этом нарисовали ему гораздо больше. С общей картиной разобрались, теперь давайте обсудим детали. Красноречивый пример грехопадения целого региона на этих выборах – Белгородская область. Правда, грехопадения не довели до конца. Результаты в районах области нарисованы полностью, а вот с Белгородом вышла заминка. Накануне и во время выборов город обстреливали, и логично предположить, что избиратели не захотят лишний раз подвергать себя риску и выходить на улицу, чтобы проголосовать. Но по итогам появляется ощущение, что существует целых два Белгорода. Один сидит дома в страхе за свою жизнь, а другой с троем идет на улицу, чтобы проголосовать за любимого вождя. И при этом два этих города находятся внутри одного. Два участка граничат между собой, но на первом явка 91%, а на втором – 36%. Результат Путина при этом одинаков – 85%. Во многих других регионах мы уже, к сожалению, привыкли к таким фальсификациям, и от этого меньше ими возмущаемся. А зря. Ну вот, например, видео с участка в Краснодаре. Оно стало первым опубликованным доказательством вброса на этих выборах. Кстати, явка на том участке даже с вбросом получилась не особо высокой – 57%. Ну, за Путина, конечно, 83%. У нас есть не так много видео вбросов на этих выборах, но некоторые все-таки есть. Вот видео с одного из участков. Женщины вбрасывают пачки бюллетеней в урну. В результате этого Путин набрал на этом участке свои плановые 89%. В Нижнем Новгороде использовали довольно тонкую жульническую технологию. На одном из участков комиссия честно посчитала бюллетени, занесла все в протокол и выдала его наблюдателю. Однако без каких-либо подписей. А отсутствие подписи членов комиссии делает протокол недействительным. С таким уже никуда не пожалуешься. Наблюдатель, не разобравшись, ушла спать, а утром обнаружила на сайте ЦИКа не 73% за Путина и 12,5% за Дованкова, а 91,04% соответственно. Есть и случаи, когда уже полученный в ходе подсчета результат комиссии исправляли задним числом. Так спалилась территориальная комиссия Сургута. Видимо, по недосмотру туда привезли протокол, где второе место занял Дованков с семью процентами. Тогда, как на всех остальных участках, ему оставляли 1-2%. Этот возмутительный протокол даже вывесили на сайт сургутской комиссии, где избиратель успел его заскринить. Но за ночь в комиссии додумались-таки протокол перерисовать, оставив Дованкова стандартный для Сургута 2%. Фальсификации, разумеется, были не только в отдельных регионах, но и в столицах. На одном из участков Санкт-Петербурга Жуликов поймал за руку опытный член комиссии от партии «Яблоко». Он записал результаты подсчета. 71% за Путина, 14% за Дованкова, 5% за Слуцкого. Но спустя два часа в официальном протоколе, а затем и на сайте ЦИКа, оказались следующие цифры. 82% за Путина, 10% за Слуцкого и 1% за Дованкова. Москва тоже отличилась. Тут московский стандарт выборов, которым так гордились собяевские чиновники, начиная с 2013 года, полностью забыт. На его место вернулась старая добрая, обнаглевшая до Лужковских показателей машина фальсификации, которая в этом году, как мы уже увидели, взялась перекидывать Путину чужие голоса. Московский район и аэропорт. Один из самых оппозиционных в городе, он был одним из лучших для демократов вообще во всей России. Там Анастасия Брюханова в 21 году на выборах в Госдуму набрала самый большой свой процент. И вот этот район сфальсифицирован практически полностью. Однако среди нарисованных 80-90% за Путина вдруг всплывает участок, где у Путина 54%, а у Дованкова 28%. И другой участок с 53% за Путина и 29% за Дованкова. И даже есть участок, который отправил Путина на второй тур. Там у него 47,5%, а за Дованкова 33%. Это участки, где независимые члены комиссии смогли добиться внесения в газ выборы реальных цифр. На одном из сфальсифицированных участков были наблюдатели. Они своими глазами увидели именно то, от чего в Москве, казалось бы, давно избавились. После подсчета члены комиссии молча уехали в территориальную комиссию аэропорта. До поездки наблюдатели зафиксировали результат. 60% за Путина и 22% за Дованкова. После поездки результаты преобразились. Стало 79% за Путина и 17% за Дованкова. Но аэропорт с тремя честными участками еще цветочки по сравнению с тем, что творилось в районе Некрасовка на востоке Москвы. Там вообще не оказалось участков, где Путину написали бы меньше 90%. Этот район исторически был достаточно депрессивным. Но в последние годы там активно строят новое жилье. Так же, как и в пригородах Петербурга, о которых я расскажу дальше. Квартиры в новых домах покупают, как правило, молодые и состоятельные люди, которые скорее смотрят меня, чем программу 60 минут, и скорее проголосуют за Дованкова, чем за Путина. Но это мы уже никак не проверим, потому что все голоса там сфальсифицированы полностью. Однако фальсификации на этих выборах были не только в пользу Путина, но и в пользу еще двух кандидатов. Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ. Они провели крайне бледные кампании и набирали так мало, что оставались далеко позади Володислава Дованкова практически везде. Харитонов, к примеру, не смог набрать даже 10% в своем родном усть-Таркском районе Новосибирской области, где в 2004 году победил Путина. Около нулевой результат двух главных системных кандидатов в систему не устраивал. Ну куда годится, что второе место займет какой-то там 40-летний Дованков, который в политике всего 3 года, да еще и за кого тут мы топили. Никуда не годится. Поэтому в некоторых регионах Слуцкому и Харитонову решили помочь набрать хоть какие-то проценты на этапе подсчета голосов. Для примера возьмем Челябинск. Допустим, центральный район. В целом результаты здесь считали честно. Так вот, на близких друг к другу участках в этом районе у Путина и Дованкова результаты вполне сопоставимые. На одном 71,5 за Путина и 14 за Дованкова. На втором 72 за Путина и 14 за Дованкова соответственно. У Харитонова 5-6%. А вот на третьем, тоже близком участке, Харитонов вдруг набирает 46%. Почти столько же, сколько Путин. У Дованкова при этом остается всего лишь только 1%. Или вот еще результат. У Харитонова 45, снова чуть меньше, чем у Путина. А у Дованкова опять один. Но это еще не все. Переместимся в другой район. Трактор Заводский. На двух его участках Харитонов уже опережает Путина. Еще три таких участка есть в Калининском районе Челябинска. На одном из них комиссия вообще отожгла. Харитонову записало 81%. Путину 16, а Дованкову со Слуцким отставило по одному голосу. Конечно, на этих участках нет подпольных коммунистических ячеек. Просто членам комиссии поступила директива подтянуть Харитонова. Такое уже наблюдалось в Челябинской области в 2020 году. Тогда искусственно тянули новую партию «Зеленая альтернатива», чтобы та попала в региональный парламент и получила льготу на участие в выборах депутатов Государственной Думы. Не важно, у кого отбирать голоса, даже пусть у «Единой России» и у Путина. Главное выполнить спущенный сверху план, разнарядку по каждому кандидату. Подобные художества нашлись еще в Орле и в Таганроге. А вот в Тюмени решили не мелочиться, и на одном из участков отсыпали Харитонову и Слуцкому по 26%, оставив Путина с 46, а Дованкова почти ни с чем. Есть регион, где целенаправленно решили помогать именно Слуцкому. Это Санкт-Петербург. Обозначим контекст. На окраинах Санкт-Петербурга сейчас идет массовое жилищное строительство. Там появляются те самые 30- и 40-этажные дома, вокруг которых чисто поле. В этих домах, несмотря на отсутствие какой-либо инфраструктуры, покупают квартиры и прописываются достаточно молодые люди с достатком. На выборах они голосуют оппозиционно. Жилой массив Парнас на самом севере Петербурга на губернаторских выборах в 2019 году выталкивал Беглова во второй тур. В 2021 году голосовал за КПРФ, Яблоко и новых людей. Такая электоральная история дает нам основание утверждать. Сейчас там Дованков набрал минимум 20%, а скорее всего даже больше. Слуцкий же со своей подзаборной риторикой на Парнасе котироваться не может никак. Но на сайте ЦИКа мы видим обратную картину. Просто перечислю результаты некоторых участков. Слуцкий 12, Дованков 1. Или Слуцкий 11, Дованков 2. Или вот еще Слуцкий 16, Дованков 2. Ну и наконец Слуцкий 17, Дованков 0,4%. Кое-где между этими участками попадаются чуть более адекватные. На одном Дованково вдруг оставили целых 19%. Но в целом видно, комиссии пытались улучшить мизерный результат Слуцкого. Тему Слуцкого закроем простым фактом. В Москве свой самый высокий и достоверный результат, 8%, он набрал в следственном изоляторе матросская тишина. Возвращаемся в Петербург, а точнее в те края. Восточнее Парнаса находятся жилмассивы, формально входящие в состав Ленинградской области. Это те самые Кудрово, Мурино, Новые Девяткино, по сравнению с которыми Парнас кажется раем. Электорат оппозиционный и здесь. Жители Мурино в 19-м году выбрали себе Совет депутатов с большинством от партии Яблок. Я тогда вел кампанию по всему Санкт-Петербургу и помогал и этой кампании в Мурино тоже. Серьезные фальсификации были там уже в 21-м году. Но на честно подсчитанных участках Единая Россия не набирала там и 20%. Снова идеальные условия для Деванкова. И снова фальсификация. Но тут уже, как говорится, кто в лес, кто по дрова. На одном участке у Путина 99,5%, а остальным оставили по одному два голоса. На другом опять Харитонов 18, Деванков 2. Правда, в Мурино мы все-таки можем найти целый десяток честно подсчитанных участков. Средний результат на них такой. 65% за Путина и 22% за Деванкова при явке ниже 50%. Это, скорее всего, участки, где в комиссиях сидит чудом удержавшийся там независимый член с правом решающего голоса. Или, может быть, туда затесался наблюдатель. Кстати, наблюдатели, если они там были, именно что затесались. От некогда влиятельного и большого института наблюдения в России к 2024 году почти ничего не осталось. Само движение с 90-х годов развивалось довольно свободно. Наблюдать мог любой гражданин России в любой ее точке. Для получения формального статуса ему нужно было сделать пару простых бюрократических телодвижений. Кроме непосредственно наблюдателей, повсеместно были и члены комиссии с правом совещательного голоса, которых назначали партии и кандидаты, участвовавшие в выборах. Это было даже эффективнее. Члены комиссии с таким статусом могли работать с документами, а не просто наблюдать. Работу наблюдателей мало кто замечал, пока голоса в России считали более-менее честно, ну и в то время, пока выборы еще никого не интересовали. Но на смену относительно беззубым временам пришел зрелый путинизм. В процессе избирательные комиссии начали шалить. И когда это стало особенно заметно, в крупных городах и столицах общественность обратила внимание на наблюдателей. В 2007 году истории формата в центре Москвы вбросили целую пачку бюллетеней. Были еще очень редки в паблике, хотя происходили вовсю. В 2009 их уже заметила оппозиционная пресса. А в 2011 на протестной волне наблюдать пошли вообще все подряд. И увидели такое, после чего оставаться в стране и не заниматься политикой стало уже невозможно. Именно так в политику попал и я, понаблюдав за выборами на избирательном участке в центре Москвы. Власть по-настоящему испугалась наблюдения. И в Москве несколько лет считали именно то, что лежит в урнах, за редчайшим исключением. Но долго так продолжаться не могло. Власть вскоре осознала, что с честным подсчетом она рано или поздно начнет проигрывать выборы. Главная наблюдательская организация «Голос» стала первым иностранным агентом. Под нее вообще весь этот закон был принят. Глава «Голоса» Григорий Мелконьянц сидит в тюрьме. За последние шесть лет Госдума напринимала законов, из-за которых наблюдать стало крайне сложно, а стать наблюдателем почти невозможно. Членов комиссии с правом совещательного «Голоса» почти везде отменили. Запретили наблюдать гражданам с пропиской в другом регионе. Запретили оставаться на подсчет голосов тем наблюдателям, кого по срочному договору на время выборов оформляли редакции СМИ. На местах, конечно, инициатива зашла еще дальше. Наблюдателей стали массово ограничивать в передвижениях на участках, выделяя им стульчик или отводя небольшое пространство с разметкой на полу. Ну и, конечно, системные партии и кандидаты стали менее охотно давать наблюдателям направление. Заметим, правда, что это не относится к партии Яблоко, но она участвует в выборах все реже. А вот новые люди в ходе прошедшей президентской кампании вовсе отказались от организации наблюдения. Впрочем, КПРФ тут всех обскакало. Коммунисты отзывали своих наблюдателей с участков прямо посреди голосования в воскресенье. В итоге реальный наблюдатель на участке в России в 2024 году стал чуть ли не сенсацией. Именно поэтому у нас так мало видеовбросов в этот раз. Их практически некому снимать и выкладывать. Если вы сейчас загрустили и думаете, что отныне на электоральных мероприятиях будут только художества вместо реальных результатов, то не надо. Этот ролик я завершу несколькими примерами того, как избиратели пришли сталкивать Путина во второй тур, а комиссии не решились или не пожелали, или не смогли сфальсифицировать результат. Вот смотрите. Участок в Томском политехническом университете. Путин 49,6, дованков 38,7. Участок в московском Фестехе, где учился и преподает Борис Надеждин. Путин 41%, дованков 34,9. Участок в Новосибирском государственном университете. Путин 47%, дованков 42,5%. На 8 участках в Москве избиратели отправили Путина во второй тур. Перечислять их будет долго, поэтому посмотрим картинку. Их не перерисовали. А самый красноречивый итог вчерашнего дня – Белград. В 2018 году здесь за Путина голосовали 83%. В 2024 году – 11%. Но главный вывод для нас с вами вот какой. Какие бы ни были фальсификации и в каком бы отрыве от реальности их не рисовали бы, реальные результаты все равно видно. Миллионы оппозиционно настроенных граждан остаются дома. Потому что все это, конечно, удручает. Кидать голос в урну, когда откроют ее жулики. Этого делать не хочется. И люди не участвуют в голосованиях. И в итоге у нас даже на редких участках с честным подсчетом в Москве и Питере Путин все равно набирает процентов 60. Положительные изменения в России начнутся тогда, когда адекватно настроенная часть общества громко заявит о себе. На этих выборах мы заявили о себе намного громче, чем в 2018 или 2020 году. Но чтобы система зашаталась, нам нужно будет сделать больше. Это будет сделать совсем непросто. Гигантские ресурсы в пропаганду вливаются не просто так. Многих людей они цепляют, а у нас ресурсов мало. Мало, но все же есть. Так что мы будем пробовать дальше. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok